И снова всем привет на канале Олег Нестер в Брест. А сегодня опять предпраздничное настроение. Солнышко, ну вообще погода радует. Весна на улице. Мороз и солнце, день чудесный. Чего ты дремлешь, друг прелестный? Главное с утра хорошо себя завести. Несмотря на то, что мы вчера запороли косово, блин. Короче говоря, косичок там есть, капля. С пистолета, видать, упала напоследок. И немножко пятно видно. Будем его сегодня убирать. Но такая штука, понимаете, краска свежая. И может получиться, как у Эдика. Лондона. У Эдика можете посмотреть на канале. Я ссылочку дам. Дверку он хотел быстро перекрасить. Не получилось у него. Бывает такое. И у нас такое бывает. Не исключено, что у нас сегодня будет такое. Но мы будем стараться. Экспресс способ по удалению таких косяков. Как бы это мы уже делали. В 80% это прокатывает. Но 20% остается все равно на косяк. То есть есть за что переживать. Но мы не будем переживать. Это железо. Машина знакомого. Как бы мы торопимся. Но есть такая пословица хорошая. У меня всегда... У меня начальника возил. Он мне говорил всегда. Олег, торопись. Не спеша. Ну вот. И мы будем сегодня торопиться. Но спешить не будем. Короче. С утра, как всегда. Анекдот. Ну, анекдот такой. Анекдот не совсем старый. Тоже не слышал, чтобы кто-то его рассказывал. Но мне понравилось. Смешно вообще. Представьте картина. Женщина. Баба. Короче. Так. Говорят. Да? Засряла. Короче. Жопой в унитазе. Засряла конкретно. Так. Ни туда, ни сюда. Не вытащить. Муж приходит. Думает. Блин. Че делать? Не знаю. Блин. Короче. И так ее дергал. И так. Муж щуплый. Худой. Блин. Не получается. Короче. Никак. Че только не делал. Ну, ладно. Че, блин. Делать? Давай МЧС. Вызывай. Звонит. Алло. МЧС. Да. Спасите. Помогите. Жена попой в унитазе. Застряла. Не могу. Ни туда, ни сюда. Ни вытащить. Никак. Ладно. Жить и едем. Блин. Мы сейчас приедем. Такая срамотень. Жена. Сидит. Голая. Че делать? Блин. А ну. Шапка сомбрера была. С отпуска. Привелся. Сомбрера здоровенная. Он ей на коленке, короче. Прикрыл передок. Все. Культурно. А жена сидит. Ждет МЧС. Приезжает МЧС. Блин. Заходят во МЧСика в туалет. Да. Прикиньте. Картина. Масло. Жена сидит на очке. Сомбрера. Этот сидит. Да. Ну. Ладно. Бабу-то допустим. Мы вытащим. Ну. Мексиканцу по-моему. Пипец. Ой. Ангдон. Вот я увидел у нас косичок. Пятнышко. И получилось, что оно другого цвета. Сейчас мы его попробуем заполировать, что вряд ли выйдет. Скорее всего. Скорее всего придется подкрашивать это место. Ну и попробую показать, как это сделать. Быстро. В легкой, непринужденной форме. Вот так вот. Ну, для начала, очень хороший совет. Это действительно очень хороший совет. Это не прикол. Если у вас получалась такая картина. Вы, допустим, с вечера не увидели. Увидели утром. Что вас порвало там. Или всякая ерунда. Толики нету. Самый лучший момент, это не ходить вот так вот. Нет, так не надо делать. Надо просто включить, дядя Альфин, ролик. Послушать анекдот. Наметь чаю. Я на полном серьезе. Попить чайку. Покурить. Кто не курит, просто чайку попить с печенькой. И просто посидеть, приготовиться к тому, что полдня у вас будет занято. Почему полдня? Сейчас надо сначала это замыть все. Ну, так как капот у меня все равно под полировку. Я сейчас весь капот замою уже под полировку. Двухтысячной шкуркой. Все равно потом мне переходиком надо будет красить. Не целиком. Я его замою весь под полировочку. И потом уже буду подкрашивать это место. Вот пока будете полировать всю деталь, тут-то вы успокоитесь. Ну и замываем мы уже тут столясь. Клодиска напрошу. Сейчас кулиночки уберу. Внутреннему голосу не всегда доверяйте. У него иногда позднее зажигание. И говорит он вам особенно, ну, чаще всего такие вещи, как, блин, а надо было вот так, а не так, да? Не делай так, а не так. Надо было, да? Ну, чудо-пэч нам в помощь. Поставили мы, замыли капотик, поставили сушиться. Тепло к нему идет. Сейчас просушим это место. Ну, так как мы сушить будем не больше часа, то есть это нас тоже от опасности не спасает. Лак еще свежеватый, так скажу. Тоже может поднять. Поэтому мы будем при помощи фена тоже помогать греть место и на пыльчиком быстренько делать. То есть краска у нас та же, лак у нас тот же. Большая вероятность, что пятна видно не будет. Это одно. Ну, и если будем с феном, тоже есть вероятность, что ее не подымет. То есть если бы мы вот это оставили, вот как сейчас мы сделали, да, если у вас нет возможности прогреть или что-то, оставьте на сутки, не торопитесь. Через сутки вы его можете смело подкрашивать без всяких подогревов. То есть краска уже не подымет. Потому что вы замыли слой матовый у вас который, да, и он у вас уже схватится за сутки, он схватится. Будет своя высохшая корочка, которая вам не даст растворителю попасть внутрь. Почему получается вообще вот этот подъем? Потому что краска недосохшая, да? И вы покрываете растворителем, допустим. Ну, краской вы, конечно, покрываете, но в краске есть растворитель. Этот растворитель испаряется очень медленно. И за это время, пока он испаряется, он успевает разъесть. Поэтому, когда мы феном сушим, да, допустим, мы даем температуру. При температуре очень быстро испаряется растворитель, и он не успевает войти в контакт вот с этой краской. Краска подсыхает. То есть, вот как-то вот так. Если же вы вот так сделаете, вот вы замыли, как мы сейчас замыли, и оставляем. Оставляем это до следующего дня. Если у вас в гараже хотя бы 15 градусов, краска кристаллизуется, она на небольшом уровне, маленький слой кристаллизуется. Но этот слой вам даст защиту от вашего растворителя, который не успеет разъесть нижний слой и не подымет, не взорвет краску. То есть, ну это вот, блин, единственный выход, ну если вы, конечно, изоляторами не пользуетесь. Я как бы изоляторами давно не пользуюсь. Если честно, вообще совсем честно. Как-то у меня подымало, я пробовал изолятором делать, не вышло у меня. Может, я торопился, не знаю. Пожарный Алексей стоял бездействовал. Банк горел. Кредит косился. Такие пироги. Вчера перед этим видео вышло, кто плохо ориентируется, кому тяжело искать в ютубе, либо мой канал, либо ходить по каналу, искать какое-то видео. Видео очень много, но видео все поделены по папкам. И вышло видео, оно будет находиться, инструкции по, ну оно выйдет сначала, будет в последних добавленных, а потом оно будет, оно будет находиться в папке, где рация ЗЛО. То есть, там вы поймете, посмотрите, как удобно по папкам находиться. Как делиться, как искать контакты со мной. Все там будет. Как я сказал, я открыл новую страничку в Одноклассниках, можете тоже добавляться. Ну, по большей мере, я нахожусь, конечно, в ВКонтакте и в Ютубе, там меня проще найти. Что такое? Брат, крафт, крафт. Знаете, когда полный крафт? Когда через дырку в ботинке, видно дырку в носке. Вот тогда крафт, действительно. А это все ерунда. Это все делается. Делается это на ура. Тем более, если у вас есть такой помощник, как дядя Толя, который всегда поддержит духа. Многие спрашивают, нужен ли помощник, да? Делается там кто-то, не хочет, кто-то еще что-то. Если вы найдете нормального помощника. Ну, как дядя Толя, вы стопудово не найдете. А из молодых, я имею в виду. Вот, если вот как дядя Толя, самый нормальный. Это человек, который прожил жизнь, который серьезный, который серьезно относится к жизни, воспитанный партийными родителями еще. Ну, не о том. Дядя Толя у нас интеллигент. И руки не из жопы. Все можно доверить. Дядя Толя даже затирает под покраску. Ну, это один раз он 80-й затер. Первый день, по-моему, он работал или там третий. А сейчас вот я ему доверяю затереть под покраску. Под покраску я ни одному своему помощнику не доверял. Пистолет, ни более руки не доверял. Чем хорошо вообще? То, что у вас даже если что-то не получается, всегда есть человек рядом. Как-то вдвоем делить это не особо. Можно и поругаться там, и отвлечетесь от проблем. Душу отвести. Душу отвести. Душу отвести, да. Ну, сейчас как бы еще вот у нас это рация зло. Это тоже как бы большая поддержка. Вы всегда можете поделиться, что у вас не получается. Выкину наш канал. В рации зло мы находимся на канале так же, как и мой канал. Называется Олег Нестеров-Брест. Пожалуйста, подписывайтесь, заходите. Там и профессионалы, и новички. Всегда вы можете спросить советы. Сидим до трех ночи бывает. С разных городов, с разных стран. И Америка, и Англия, и Германия. Много народу. Все общаемся очень так дружно, как одна команда. Так что присоединяйтесь. И как бы вот, включили зло, слушайте, вы уже не один. Ну, и всегда где-то поддержать надо, понимаете. Где-то оставить, гараж не закрывать, выскочить куда-то. Всегда, без помощника никуда. Так что не думайте, а ищите себе помощника. Я покажу, как настроить пистолет под переход, да. Закрываем все. Если вы неопытные, я-то сразу регулирую. Закрыли. И иглу. Вот. Открываем потихоньку подальше. Точка резкая у вас, да. Чуть-чуть раздули. И еще раз. Как бы точка, но она не сильно резкая. Сильно много краски не открываем. Ну и будем пытаться красить. И еще раз. Стули пыли, как бы до этого мы обезлили. И нагреваем феном место, которое будем покрывать. Красиво, пошло. А? Красиво, пошло. Стравливаете сначала пистолет в сторонку, то есть вбрызгать. И издалека. Вот так надули. И просушили. Смотрим. Ага, покрытие вас устраивает. То, что вот здесь вот пятно, орельчик небольшой, не обращайте. Дайте внимание, это пятно уйдет. И вот в этом месте мы пару царапин задули. Сейчас мы их тоже подкрасим. Также нагреваем. Блин, я это не вижу терапии. Где-то здесь будет. Ну ладно, мы сейчас весь уголок пройдем. И так же сушим. То ли все убираем. Вот эти гранички, смотрите, здесь мы как бы закрасили. А вот сюда раздуваете вот так вот. Чтобы у вас не было резкого пельна. И подсушили. Убедились в том, что у вас уже начала поверхность матом игрить. Так, вот здесь я смотрю, немножко нам еще надо поддувать. Еще поддуваем. И раздуваем вот такое. Все, здесь тоже мой пистолет. Все, и подсушиваем. Подсушили, сейчас будем уложить лак. То есть уберем опыл с салфеточкой липкой. Ай, тут не надо, ничего не напулилось. Чуть-чуть подсушили. Разводим лак. Вот так, давай фен. Тоже так же обдуваем. Руки у меня чистые. Так что я не боюсь тут масло посадить. Вот, чуть-чуть нагрели. И прошли сначала по этому месту. Тоже с пистолета стравливаете. Я еще ее, что-то не так. Ну, мне показались тут какие-то пятнышки. То я безжирю сейчас. Там также стравили. Да, подогрейте. Так, дай. Лаком мы зашли. Пятно полностью перекрыли. Ну, и здесь то ли я здесь тоже покушу. Гараж мы не готовили. Немножко пыли есть. Но это уберется такая легкая будет. Так. Тогда давайте вправо. Подслушивай. Подслушивай. Чуть-чуть, подслушивай все. Вот эти гранички, они с легкостью заполируются. Ну, подсохнет, я покажу, как полирануть. Дядя Толя решили перекурить на улице. Гаража жарковато будет. Погода сегодня тоже шепчет. Градцев 8, наверное, да? 8 градусов. Обещали. Белорусские синоптики. Солнышко. Главное не торопиться. Сейчас у нас там чуть-чуть схватится. Не будем там ходить, коптить, блин. И поставим его уже сушиться. И часа через три можно будет полировать. Может, раньше. Ну, сегодня не дядя Олежин день. Дядя Олежа упорол опять косяк. Хотел сделать как лучше. Получилось как всегда. Суть в чем? Здесь мы нормально все сделали. Здесь как бы все под полировочку, да, уходит. А вот здесь самое интересное. Сейчас покажу ближе. Вот, если можно увидеть, такие точечки. Не знаю, что это, наверное, пыль или краска так собралась. Но от этих точечек уже пошли разводы такие нехорошие. Сейчас попробую сфокусировать. Вот такие разводики пошли. Некрасивые. То есть надо это все сейчас перетереть по новой. И еще слой. Положить красочки. И так же лаком. Снова нам опять перетирать весь капот, блин. Но мы не переживаем. Краски у нас, как у дурного фантиков. Все это мы сейчас уже вручную не будем трезачком срежем. И по новой заделать. Ну, уже с дядей то ли что-то порешали. Уже все пока это все туда-сюда будет, да? День, ночь, сутки прочь. То лаком мы будем вскрывать полностью, чтобы не геморроничить. Завтра лучше подполируем или послезавтра, когда. А сегодня мы это все снимем. Еще подкрасим. И дадим белькнуть. Лаком полностью перекроем. Печечка у нас на взлете. Греет хорошо. Так что, думаю, часа через два можно будет смело это все снимать и перекрывать. Так что, как видите, у нас тоже бывают косяки. Как вот я вас учил, да? Торопись не спеша. А мы поспешили не торопясь. Вот так вот. Бывает и такая хрень. Ну ничего. Еще раз, если у вас такое получается, не кидайтесь в панику. Все равно, по-любому, вы это все время все равно исправите. Не бывает такого, чтобы косяка не исправить. Да, вопрос времени. Клиенту мы позвонили, вот до 7 вечера отложили. Но до 7 вечера она по любасу не сделается. До 7 вечера мы можем только покрасить. Ну, если клиент там будет переживать, можно сказать. Там, кстати, девушка. Приедь, посмотри, уже все покрашено. Ну ничего. Все это исправится, все это сделается. Просто хочется, чтобы все это было красиво, не тяп-ляп. Так что, будем стараться. настроение у нас все равно нормальное. Анекдот будет вечером. Больше скажу. Мы его уже отсняли и вечером поставим. Так что, не переживайте. Дядя Олег никогда за такую фигню не переживал. Переживать надо, когда кто-то болеет. А это... Пыль. Мелочь. Вообще. Даже если совсем не получится, да и нахер. Но у нас все равно получится по-любому. Тут... Да не очкуй ты, Талян. Ходит грустный, как, блин, я не знаю, мешком по голове ударили. Хомил. Блин. Наверное, придется за новым капотом ехать. Блин, блин, блин. Блин, блин. Не ссы в компот там, повар, ноги мои. Все получится, дядя Толя. Все получится. Ну вот я возьму такой на мягкой подложке типа трезачок. Производство Швейцария. 2000-й беру. Чтобы убрать эти все фигни, да. Он у меня на 150 идет, но машинка меньше. Кстати, эта машинка будет разыгрываться в конкурсе. Так что спешите выиграть эту машинку. Как видите, она хорошо работает. Машинка у меня меньшим диаметром. Это мне позволит, если я буду куда-то заходить на перегиб, у меня будет запасик. И я не ширкану. То есть не испорчу. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Пока первый слой наложили, пошли отдыхать. Ну и пока там немножко подсыхает, как бы давайте 10 минут первый слой. Это у вас основной слой, который вас защитит от подъема дальнейшего краски. То есть нужно подождать, чтобы слой схватился. Мы его сделали напыльчиком, потом еще второй сухой слой дадим, потом полумокрый, мокрый. Подождем это все и перекроем все лаком. Вот еще сзади Толи тоже разговор зашел там. Ругают нас там иногда. Но мы все-таки делаем уроки не для профессионалов. Профессионалы все умеют, что им смотреть. Мы делаем уроки для тех, кто только начинает, как бы для тех, кто хочет сделать свою машину, не чужую, Lamborghini там или еще какой-нибудь Maybach, да? А свою машинку, что можно использовать материалы, которые... Недорогостоящие, ненавороченные. которые недорогостоящие. Чтобы человек сделал машину. Чтобы человеку обошлась деталь не в тысячу евро, а чтобы человек... Ну вот я считал, сколько на капот, ну уходит сейчас так 15, максимум, ну 30-40 долларов это максимум у вас уйдет на капот, чтобы покрасить. это большая деталь. То есть сервис, если отдавать, да, если, допустим, не к нам, ну по Беларуси это, конечно, не такие большие деньги, 200 долларов, но для Беларуси это существенная сумма, где-то будет стоить капот. Ну и то бишь за 40 вы себе покрасите, и как вы себе покрасьтесь, я больше, чем уверен, что выезд у вас получится. И мне пишут многие в комментариях, что, блин, Олег покрасил, на работе даже не могут отличить, думали, на станцию гонял. Человек счастливый, мало того, что человек сам еще покрасил, человек рад. То есть, и насчет технологий, да, насчет технологий тут вопросы спорные, кто трет с водой, кто без воды, то есть, можно и так, и так, но с водой есть свои нюансы. в прошлом уроке я показывал. То есть, да, не знаю, но у меня такого не было, у меня ни разу не было взрыва, краски, шпаклевки, ни разу у меня не отходило, ни разу не гнило, машины ходили, дай бог, сколько. Ух, да, ух, там маленький городок был, ну, сейчас не такой большой, там все друг друга в лицо знают, то есть, никому бы я плохого бы не сделал, понимаете, морозы там, поверьте мне, минус 52, это стабильно, три недели, вот, в феврале это стабильно, потом 48 падает, ну, а потом уже теплеет дома, фуфайку можно не застегивать, но дело не в том, дело в том, что не будьте слишком строги, да, кто из профессионалов смотрит, не надо мне подсказывать, Олег, ты там колхозный способ делаешь, в первую очередь я это и делаю для колхозников, для тех людей, которые зарабатывают, делают, все, чтобы мы с вами кушали, они в колхозе работают, а мы с вами потом кушаем, если бы не было колхозников, вы бы сосали лапу, ладно, да, как медведь, так что, я очень уважаю и колхозников, я сам себя считаю колхозником, в каком-то роде, гаражник, это и есть колхозник, гаражник всегда, я еще раз подчеркну, гаражник рулить по любасу, forever the best, правильно, дядя Той, вот, гаражник всегда будет forever the best, потому что гаражник за свое дело переживает, гаражник себе нарабатывает клиентов, а не так тяп-ляп, денежку сорвать и потом куда-нибудь срулить, нет, мы на одном месте работаем, к нам люди ездят, люди стоят в очереди, им насрать с водой мы трем, не с водой, я за свою работу отвечаю, отвечаю на 100%, я знаю, что у меня это получается, да, может кто-то не соблюдает технологию с водой, я не спорю, об этом вообще очень долго можно спорить и вряд ли о кого переспорю, я остаюсь при своем мнении, меня никто не переубедит, да, я немножко старыми методами пользуюсь, они у меня работают, почему бы мне ими, главное дешевые способы, да, детей, я знаю один способ как делать детей, да, блин, ну если кто-то там из пробирки хочет, да, или еще что, да, заради бога, а мне дедушкин способ нравится больше, у меня трое детей классных, сыну уже 20 лет и две дочурочки, очень хорошенькие, сделал все по дедовскому способу, получилось, а если кто-то хочет там каким-то ноу-хау, да, нанотехнологиям, да заради бога, я же что, против что ли, и там дети, и тут дети, то есть на выходе одно и то же получается, но мои мне родни, потому что это старым, дедовским способом, все как учили в книжках, ладно, отвлеклись мы, дядя Толя, 10 минут прошло, пошли красить, forever the best, гаражники рулят по любазу, я не порицаю, нет, я просто слушаю ее и все время вспоминаю Генбер, Бах, видимо, раньше люди искусства были что ли требовательнее в себе, они шли рядом с Верой, ставили перед собой сверх задачи, и являлись, как сказать, маяками, ну вот, как бы, покрасили, здесь у нас исправилось все, немножко пыльцы, но эта пыльца уберется, ну а на сегодня все, как бы, я надеюсь, что-то полезное вы вняли, да, как бы, все мы переделали, главное, не расстраиваться, главное, не торопиться, мы сегодня вот уже поторопились, как бы, пусть мы уже, как бы, чуть-чуть на опыте люди, но все равно такой косяк у нас произошел, произошел он почему? Потому что мы поторопились. Ну и на сегодня все, а теперь анекдот, но анекдот немножко взрослый, так что убираем детей от экрана. мужик рассказывает, иду мимо витрины мужского белья, ну и случайно взгляд попадает на трусы с начосом, ну инструктивно так, инструктивно или как-то, почесал, говорит, яички, ну подходит продавец, говорит, вам помочь, инструктивно ответил, а у вас ногти не острые, такой анекдот, ладно, еще один расскажу, а то это, наверное, не смешно, встречаются два одессита, короче, говорит, ой, а не подскажете, где вы такой красивый костюм пошили? Туда, в Париже, Париже, а где это? Ай, две тысячи километров от Одессы, ничего себе, такая глухомань, а так хорошо шьют, такой анекдот. С вами прощаюсь, всем здоровья, богатства, успехов, мира и согласия в семье, с друзьями, поменьше, завистников, чтобы было около вас, добивайтесь его сами, никому не завидуйте, и завистников около себя не держите рядом. Всем добра и бабла, правильно. До новых встреч.